но кстати не выступал за это время произошло очень много событий но я постараюсь рассказать и показать чем я на сегодняшний день занимаюсь естественно занимаюсь только центрами обработками данных на то есть но и мое выступление сотни падай я являюсь аудитором и экспертом в области сот как видите у меня уже новый телефон да то есть уже не российский я сейчас живую работаю узбекистане тут мы тут впервые поговорили почему узбекистана я не буду останавливаться на самом деле мои интересы сейчас простираются и бизнес на регион азии да то есть включая естественно и казахстан в том числе и другие страны да то есть как которым интересны цоды и решение в области центров обработки данных если у вас кстати будут вопросы я бы там вот коллег попросил даже может быть включить зале микрофончик потому что я еще и вопросы буду задавать чтобы мы мы активно поработали особенно после обеда если кому-то будет интересно вот здесь все есть мои контакты презентация будет то есть есть email в фейсбуке можете найти только единство когда вы стучитесь ко мне в соцсетях просто пишите откуда вы потому что очень много ботов за последнее время стучится всяких разных и некоторых ботов я определить не могу да потом это просто выясняется я являюсь независимым консультантом работы уже с 2009 года являясь сертифицированным специалистом uptime института как раз обучение по uptime институт я проходил по курсу а ти с это такой был очень интересный курс он посвященный дизайну центров обработки данных и операционной устойчивости но я автор многочисленных семинаров также еще обучался в английской очень известной компании по полному циклу курсов автор там руководстве так далее ну то есть в общем то посмотрите самое наверное интересно для вас коллеги что вот в октябре будет проводиться очное обучение в казахстане здесь есть ссылочка на сайт где можно зарегистрироваться если коллеги вот те кто находятся в зале мне будет интересно как вы думаете почему падают соды какие есть у вас например мысли можно там микрофончик если девушка есть дать микрофон вот вроде все дело пожалуйста помогите там чтобы ответили с микрофона так не слышно дмитрию когда взяли без микрофона мы ничего 80 процентов всех ошибок по статистике это человеческий фактор ошибка оператора ошибка службы эксплуатации все остальное это уже техногенные риски человек явно с нашего рынка это действительно почти даже и проценты вы угадали uptime институт приводит свою информацию на своем семинаре говорит более 70 процентов сбоев сот возникает напрямую из-за человеческих ошибок включая ошибки на операционном уровне то есть даже на уровне простейших операций uptime институт это четко делит говорит вот есть операции есть на работает или там поддержка да то есть это операцию туда входят вот даже на операционном уровне происходят сбои вот я не буду называть клиента и у него был такой сбой что произошло значит вот человек спал в дежурной смене и вдруг у него на монитор выводится аларм и аларм был на самом деле такой не простейший так стала возрастать температура в центре обработки данных но видно был настроен порог какой-то да ну может она превысила там 22 23 градуса но так как человек спал и когда вот вышел этот аларм он проснулся а люди у нас действуют всегда в таких вот ситуациях необычных нестандартных да двояко действуют одни бегут что-то начинают судорожно делать а вторые наоборот впадают спячку или там не знают что сделать и просто сидят и там тоже пупят здесь попался человек активный он видит что температура возрастает он чего-то знал про вентили пошел крутить вентили и в конце концов взял и перекрыл холодную воду которая подавалась центр обработки данных но тут температура вообще стала еще быстрее возрастать и кончилось соответственно отключением айти оборудования кстати не всегда так хорошо еще кончается для клиентов бывает когда и оплавляются морды айти оборудование но это уже вот различные истории просто яркий реально вам пример то что произошло в реальном центре обработки данных и удивительно когда стали разбираться сам клиент не разобрался кто виноват и обвинили вот этого бедного сотрудника сути ход вообще-то был не виноват да то есть абсолютно человек был не виноват я бы даже наоборот его кстати уволили с работы я бы наоборот его даже оставил потому что за одного битого двух не битых дает сожалению это происходит и люди не готовы каким-то сложным ситуациям их нужно обязательно готовить их нужно обязательно научить обязательно проводить тренинги и обучение бикси стандарт 09 говорит что большинство взаимодействий человека с системами происходит во время работ по техническому обслуживанию и следовательно предоставляет собой время когда системы могут подвергаться повышенному риску незапланированных отключений тоже очень много различных примеров опять же я вам не буду не буду все это больше там на семинаре уже рассказываю но тоже один из примеров люди проводят техническое обслуживание в ходе технического обслуживания в общем то все сделали неплохо кроме одного недозакрутили контакт у автомата автоматического выключателя что привелось его отключению то есть после технического обслуживания возникают различные проблемы потому что люди либо спешат либо выполняют не все соответственно операции что-то забывают причем кстати очень часто это делают неосознанно то есть у них сознание у людей ощущение такое что они все выполнили что они все сделали ну а на самом деле это такой некоторый обман мозга потому что скажем человек куда-то спешил думал немножко о другом и у него как бы в голове выстраивается что он делает какие-то действия причем это кстати опытные очень часто люди подвержены таким вещам тем не менее они что-то не выполняют поэтому какой вывод нужно все документировать обязательно и контролировать выполнение работ но еще проблема при обслуживании работы операции выполняет неподготовленный персонал да очень много центров обработки данных отдается на подряд на сейчас очень сложная экономическая ситуация турбулентная экономика никто не знает куда она сейчас выведет и к чему все приведет некоторые фирмы к сожалению испытывают достаточно серьезные сложности и не факт что к вам например на объект нужно выполнить какое техническое обслуживание придет квалифицированный персонал я вот очень много работаю с клиентами конечными некоторые конечные клиенты рассказывают что при сажении приходят люди и начинают спрашивать у нас а что им нужно сделать и это тоже кстати отмечает оптайм институт свое в своем семинаре что к сожалению работы операции выполняет неподготовленный персонал и это не только имеется ввиду там в россии или казахстане мы говорим а даже вот соединенных штатах по что ну оптайм институт больше все-таки информации по проблемам собирает по соединенным штатам америки работа или некоторые операции не выполняются так как нет детального описания работ но очень часто подрядчики они хотят давать детальное описание нету времени тем не менее так как нет детального описания какие-то работы они могут просто выполнить не так или вообще про опять же про них забыть последовательность проведения работы операций нарушается отсутствие контроля при проведении обслуживания и ремонта за подрядчиком тоже очень важный момент и имейте ввиду вот если вы как заказчик кому-то отдали на подряд есть какая-то хорошая компания все она вроде хорошо делает но если вы не будете контролировать эти работы и выполнение или результат этих работ все это опять же может закончиться очень печально как один из примеров особенно ярких да то есть вот есть дизель генераторной установки нужно делать техническое обслуживание подрядчик приходит на объект выкуривает пару сигарет например за контейнером с дизель генераторной установкой и говорит что все выполнено ну или там не говорит а просто выкуривает там может еще поговорить по телефону и потом возвращается с объекта так и ничего не выполнил соответственно нужно обязательно продумывать контроль за проведением обслуживания и за результатом обслуживания и эта операция кстати обязательно входит в шаблон работ у оптайм института когда он рассказывает на своем семинаре он говорит в конце обязательно заключать заключительная стадия это в том что надо убедиться что работы были выполнены качественно это очень важный момент и он действительно входит прямо регламент работ по поддержке как последний этап поддержки об этом даже оптайм институт рассказывает про операционную устойчивость центра обработки данных отсутствие резервирования системах при проведении обслуживания на форуме говорили с вами до середине вот упоминал что бывает так что делается центр обработки данных он получается например тайр второго уровня хотя может быть документации был третий потом начинают допустим даже его переделывать даже не обслуживать иногда даже переделать и вот это момент очень опасный и уже очень много содов полегло и упало во время даже расширения или модернизации центра обработки данных ну или вот во время даже проведения обслуживания то есть очень важный момент а следствие из этого какое что необходимо управлять обслуживанием центра обработки данных цель управления обслуживанием вот есть такой стандарт е 50 600 3-1 очень замечательный стандарт и что они пишут этот стандарт целью управления обслуживанием является Поддержание центра обработки данных в нормальном рабочем состоянии. Ну, естественно, не будем спорить с этим абсолютно правильно. И еще этот стандарт рассказывает, что эффективная программа обслуживания должна включать минимум. То есть они говорят минимум. Программа обслуживания определенная для каждого оборудования и каждой даже еще, говорят, детали оборудования. Но, понятно, я бы, может быть, добавил каждой детали оборудования, если она обслуживается. Детальный план выполнения обслуживания включает даты ежегодной оценки срока службы. Не просто мы еще проводим обслуживание. Кстати, его тоже не все знают. Но очень важно своим, тем более даже, может быть, и подрядчикам рассказать следующую вещь. Если вы проводите обслуживание, и вы столкнетесь с какими-то проблемами или что-то вас, например, будет смущать, то обязательно скажите нам. Тоже вроде кажется маленькая такая деталька, но, поверьте, можете узнать очень много интересного. Иначе получается, человек вроде как сделал обслуживание, вот он выполнил какую-то часть и ушел. Никто его ничего не спрашивал, никто его ни о чем там, соответственно, не просил. Ну, раз его не спрашивают. Кстати, это не то, что даже специально, а просто люди бывают такие, что они не любят лезть, скажем, да, или как-то выпячивать себя, да, то есть еще что-то. Вот надо все равно, опять же, в культуре обслуживания обязательно своим подрядчикам рассказывать вот такие вещи, что, ребят, в конце и ваша задача при обслуживании еще скажите, вот какой износ. Может быть, оценить срок службы, да, то есть тех же там аккумуляторных батарей. Вот Николай говорил, да, десятилетки, десятилетки, все вроде замечательно, аккумуляторные батареи могут у нас даже работать при 20-25 градусах, но тем не менее, бывает так, что эти аккумуляторные батареи могут и не прослужить и 5 лет. Да, то есть это зависит от тока заряда, от разрядных характеристик, от многих, соответственно, параметров, и, соответственно, подрядчику мы должны тоже об этом говорить. Поэтому дата ежегодной оценки срока службы, она очень важна, особенно для аккумуляторных батарей. Необходима компетенция, сертификация, квалификация персонала, чтобы выполнить данную программу, то есть все-таки персонал должен иметь определенный уровень. Нужно обязательно в программу обслуживания, чтобы входили стандартные операционные процедуры, мы чуть потом посмотрим, это так называемые СОПы на английском называются, то есть и процедуры обслуживания, ну или по-нашему это технологические карты, но это уже стало нарицательным. Это процедуры обслуживания, так называемые МОПы, Maintain's Operation Procedure. Требования по наличию ZIP и расходных материалов должно быть обязательно в программе обслуживания. Детальные параметры контроля и введение записей. Детальный отчет, включающий заданные интервалы и точки контроля. Вот о чем говорит стандарт про программу обслуживания. Что же входит в стандартные операционные процедуры и что мы должны с точки зрения управления обслуживания иметь в стандартных операционных процедурах? Они должны быть описаны, задокументированы и утверждены. Это очень важный момент. Значит, должна быть версионность, скорее всего, этих. Должен быть человек, кто отвечает, то есть руководит процессом. Они должны постоянно улучшаться. У меня был как-то один клиент, говорит, Дим, можешь нам разработать документацию? Я говорю, да, конечно, могу, любую документацию, это не вопрос. Я им все разработал, они все говорят, ну, все, больше мы ничего делать не... Ну, то есть, условно говоря, они больше ничего не делали. Я говорю, ребят, надо постоянно работать над документацией, над улучшением своих там или процедур, да, то есть или, соответственно, операционной своей деятельности. То есть останавливаться нельзя. Иначе центр обработки данных ответит вам падением либо отказом. Примеры стандартных операционных процедур – отключение или включение оборудования перед тем, как нужно его, например, вывести в обслуживание, либо опять, наоборот, ввести. Переключение автоматов, подтверждение состояния оборудования после переключения, выполнение операций по технике безопасности. Ну, на самом деле, их еще чуть больше, этих процедур, но это такие основные. Состав процедур поддержки. Что туда входит? Это автор процедуры, кто одобрил, идентификатор, краткое описание, история изменений этих процедур, требуемые инструменты, приборы и материалы для выполнения работ, необходимые условия для выполнения операций, необходимые операции до начала выполнения основных работ. Ну, может быть, мы проводим там оповещение, контроль состояния оборудования, время начала операции и время продолжительности операции. Документирование всех операций и работ по обслуживанию входящих в состав вот этой процедуры поддержки. Как минимум, необходима следующая информация. Идентификатор, описание производитель, дата производства, модель, серийный номер, место установки, дата введения в эксплуатацию, планируемая дата вывода из эксплуатации и максимально допустимое количество часов, наработка и так далее. Должно быть детализировано описание работ, проводимых в рамках ТО. Я тут уже ускоряюсь, потому что 10 минут осталось. Тоже можно будет потом посмотреть, соответственно, на презентации. Ну и, как я говорил, завершающая стадия. Контроль за качеством обслуживания, чтобы убедиться, что обслуживание было, во-первых, выполнено. Бывают случаи, когда действительно обслуживание не выполняют. Убедиться, что оно выполнено правильно и убедиться, что обслуживание выполнено качественно. Есть проведение работ по очистке помещения, например, серверного помещения. Один из клиентов использует робот-пылесос. После уборки он проходит, и они смотрят, насколько качественно выполнена, например, мокрая уборка. Что необходимо для управления обслуживанием ТО. То есть мы понимаем, что объем там информации, который есть, он достаточно большой. Поэтому, да, можно, кстати, обтайм-институт, говорит, вы можете хоть на бумаге вести свою систему, управления обслуживанием, но нужна специализированная система управления поддержкой. Что должно туда включать? База данных оборудований и устройств, требующих обслуживания и контроля. База данных инструментов и приборов, которые используются в работе. База данных материалов и зим, используемых при обслуживании, а также учет материалов и контроль за минимальными остатками. База данных стандартных операционных процедур и ТПО их процедур по обслуживанию. И наряды на работе, как минимум, то, что должно быть в системе. Должно быть планирование поддержкой, контроль за проведением поддержкой, отслеживание выполнения плана графика работ, отслеживание всех выполняемых пошаговых операций, учет времени выполняемых работ и операций. А если мы это будем делать, мы можем оценить трудозатраты, бюджетировать, повышать эффективность. Учет необходимых инструментов, приборов и материалов, и накопление исторических данных и предоставление отчетов. Ну, тут наряды на работы есть, описание там, соответственно, посмотрите. Ну, и кратенько, да, то есть кратенько, потому что еще будут обязательно демонстрации системы. Что входит в систему? Система полностью учитывает все пространства и помещения, причем, видите, это получается у нас структура иерархическая, да, то есть вот, например, есть, ну, тут здесь не вошло, есть комплекс зданий, есть здание, здание, есть крыша, помещение ИПП, этаж первый, зал там такой-то, в зале есть там главная распределительная, телекоммуникационная и ряды. Ну, на самом деле, сколько угодно можно делать иерархии. Главное, что каждое помещение и пространство в центре обработки данных, включая территорию, при помощи моей программы можно, соответственно, описать. Ну, и видите, даже уже получить некоторую информацию по заполнению зала или там по заполнению рядов серверными стойками. Также ведется учет резерв, соответственно, пространств в залах и там в рядах. И даже хочу там, ну, может быть, раскрою, тут не показано на слайдах, ну, мы пишем еще и редактор графический. К концу сентября уже первая версия его будет завершена. Для инженеров простой редактор, где он может расставлять серверные стойки, потоки ставить, соответственно, воздушные, и резервы пространства указывать, чтобы было очень удобно и где оборудование, соответственно, находится. При этом не надо никакие. Визио будет использовать, достаточно использовать нашу, соответственно, программу, и она будет привязана уже к любому пространству. В нашу систему уходит учет персонала и его обучение, то есть ведется планы работ по обучению. Вот здесь это планы работ по обучению, сотрудники, учет времени ведется, программа обучения, в которые входят темы там и так далее. И UpTime Institute, кстати, считает это очень важным для операционной устойчивости Центра обработки данных, чтобы велся, соответственно, учет, кто где учится, какие тренинги проводятся, потому что, чтобы, соответственно, контролировать этот процесс. Это очень важно при помощи программы, это можно, соответственно, сделать. Но, кстати, не знаю, может быть, обратили вы внимание, вот такая программа очень веселая. Вот видно желтые, зеленые и различные цвета, индикаторы показаны. Это все на самом деле очень удобно. Сразу, если что-то красное подсвечивается, значит, что-то плохо. Ну, вот, например, эта компания, производитель, видите, недружественных стран, и поэтому с ней больше не работают. И она сразу по всей базе данных, по всем, соответственно, где она визуализируется, она будет, соответственно, красненьким. Ну, зелененьким может быть, например, тендер или новая какая-то компания. Ну, а с теми, которыми мы часто работаем, они, например, не подсвечиваются. Ну, кто эти желтенькие? Компания на испытательный срок. Причем это для всех сущностей сделано. То есть, ну, в частности, остатки материалов, если будут ниже, то материал будет красным подсвечиваться. То есть, если сотрудник уволен, он будет там красным подсвечиваться. Или с компанией мы больше не работаем по каким-то причинам там красным и так далее, и так далее. То есть, вообще, у меня очень простой интерфейс. Потом, опять же, если кому будет интересно, запишитесь на демонстрацию. Люди очень сразу как бы понимают и очень легко потом используют вот этот интерфейс. Ну, вот, в частности, видите, с автоматом он, например, просрочена дата вывода эксплуатации. То есть, учет оборудования и устройств. При этом, кстати, вот все оборудование и устройства, или вообще любые сущности в моей базе данных, они структурируются по иерархии. То есть, можно делать иерархическую структуру. И также делается типизация, то есть, плоская структура. Причем, вы можете использовать либо ту, либо ту, либо обе одновременно, что очень удобно. Вот видите, как раз вот залы. Вот мы видели это, помните, пространство. То есть, и вот таким образом показывается, что это иерархическая структура. Ну, вот здесь рубли там подсвечиваются. Чет серверных, соответственно, стоек. Причем загрузка тоже очень важная. Оптайм-институт на это обращает внимание. Загрузка ведется, учет по весу, учет ведется по загрузке электрической мощности и пространства. Мало где это видел, то есть, мало где учитывается именно все эти три параметра. Причем, достаточно очень удобно для клиентов. Учет телекоммуникационных и сетевых устройств вплоть до портов. И описание не только портов, а порт с фронта и порт, соответственно, сзади. То есть, все это учитывается у меня. Я сам неплохо знал, что такое структурированная кабельная система, поэтому знаю, что это очень, соответственно, актуально. Ведется учет IP-адресов. Ведется учет электрических распределительных устройств, ПДУ и вводов электропитания. Даже можно потом посмотреть трассировку, как, соответственно, вот, например, блок питания, там, какого-то оборудования, БПС, да. То есть, вот, у свеча подключен, соответственно, к ПДУ, которая установлена там в ряду. При этом, кстати, вот, практически, если вам что-то нужно потом смотреть, например, посмотреть, что это на груши, вы просто нажимаете и попадаете в сущности вот этой груши, в карточку груши. Здесь даже на графике что-то нажмете, попадете в ту сущность, которая вам интересует. Хотите там посмотреть резервную линию, нажимаете, все попадаете. Хотите ПДУ, попадете. Хотите распределительный щит. И так это везде сделано по всей, соответственно, базе данных, что очень удобно. Мало у кого так есть и такой именно подход сделан. Это другая визуализация, ну, тут часть просто не вошла. Северные стойки, вид спереди, вид, соответственно, сбоку. Можно даже ставить сюда оборудование, какое-то там количество устройств. Все, вот, информации очень много. Опять же, я видел много систем, но в основном информацию очень неудобно использовать. Опять же, когда я вам буду демонстрировать, покажу, как там удобно еще и вводить всю эту информацию. Учеты инструментов и приборов с учетом складского хранения и даже введения мест хранения. И вот, в частности, мы видим инструменты и приборы. Дата вывода и эксплуатации есть инструменты, а еще есть дата поверки. И, в частности, дата, вот, ну, тут скан-то просто старый. Кабельный сканер, там, соответственно, его пора уже поверять. А эти находятся в поверке, поэтому подсвечены. То есть их еще использовать можно, но они, например, там на этапе поверки. Учет точек контроля, ну, я уже, коллеги, завершаю, чтобы можно было Давиду выступить. Учет материалов, причем по складской, да, то есть с остатками и так далее. Учет мест хранения, учет квалификации должностей, журнал аварий, журнал дефектов ведется, управление жизненным циклом всех сущностей, которые существуют в системе. Учет стандартных процедур операционных ведется, учет процедур поддержки и учета нарядов на работы. Учет электрических и телекоммуникационных портов, связей, IP-адресов, виланов там и так далее. Посмотреть демонстрации. Я периодически делаю демонстрации. Можем там уже контактировать, если у кого-то будет реально интерес. Все, огромное спасибо, коллеги. Хорошей вам работы. Вот как раз, Дима, смотри, тут уже в онлайне, как раз человек не смог сегодня быть с нами. Есть ли возможность попробовать демо-версию этого продукта уже как раз хотят? Будет, соответственно, делаться тема зона. Не всем будет предоставлено, я вам сразу скажу, потому что даже понимая, как это все делается, там некоторые вещи сделаны как на ухау. Во многих, в софте я просто таких вещей не видел. Поэтому пишите, если вы конечный клиент, то демо вам будет, соответственно, предоставлено. Юрий пишет. На чем вы пишете? Я пишу на Python и на, соответственно, Django. И с UBD Postgres используется. Почему выбрана такая связка? Потому что у нас в планах обязательно с искусственным интеллектом будет разработка, но это где-то на третий год. И, конечно, у Python очень много библиотек именно под искусственный интеллект. У меня очень много таких идей интересных потом. То есть и предпроектные, кстати, вот расчеты предпроектные наша система потом будет позволять. И, соответственно, какие-то подсказки даже по холоду, снабжению и так далее. Планируется, Юрий, наверное, знает, он застал. В общем, я планирую то, что я в свое время не написал, экспертные системы под СОБО. Но это как бы отдельная будет надстройка над основной базой данных. Дим, спасибо тебе огромное. Я так понимаю, что ты очень хорошо рассказал. Да, оставайся с нами. Сейчас будет Давид. Спасибо. Спасибо. Спасибо.